Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. По всей стране идет укропнение высших учебных заведений. Самара не стала исключением. На базе Государственного аэрокосмического университета создается мощный образовательный центр, который станет локомотивом научной жизни региона. Объединиться решили еще два вуза. Марина Матвейшина подробнее. Два самарских вуза решили объединить свои силы. Самарская академия государственного и муниципального управления войдет в состав экономического университета отдельным институтом. Тенденции к укропнению и слиянию вузов актуальны сейчас для всей страны, а в сложившихся экономических условиях муниципальные вузы оказались особенно уязвимы. Количество муниципальных вузов существенно уменьшается. Когда я сюда пришел, их было 46. Сейчас я не могу уверенно сказать, что их больше 20 из того. То есть они не выдерживают того ситуации, в которой оказываются муниципалитеты. Уже им не хватает денег содержать людей. И они или распадаются, закрываются или объединяются с кем они переходят в статус областных вузов. Слияние двух вузов позволит укрепить материально-техническую базу, повысить зарплату преподавателям, а также сохранить текущий набор студентов. Экономический университет в свою очередь получит возможность расширить набор специальностей. У вас есть сильные очень кафедры. Я знаю, что этих кафедр нет в экономическом университете. У вас есть кафедра спортивного менеджмента, которая необходима сегодня нашему государству. Поэтому я думаю, что вот такое присоединение вы достаточно существенно сможете дополнять друг друга. Инициативу объединения, с которой сообща выступили ректоры двух вузов, поддержал глава администрации Самары Олег Фурсов. Он заявил об этом на рабочем совещании с руководителями учебных заведений и подтвердил на ученом совете в Самарской академии государственного и муниципального управления. Для нас крайне важно, чтобы научный коллектив был сохранен, чтобы были сохранены те традиции, которые сформировались у вас почти за 17 лет существования, чтобы тот контингент ребят, которые учатся у вас, и тот бренд, скажем так, те традиции, на которые идут ребят учиться, в том числе и по коммерческой составляющей, они продолжали работать на благо города. Все нюансы слияния будут прорабатываться рабочей группой, куда войдут представители обоих вузов, а также регионального министерства образования и городской администрации. В планах набрать студентов на ближайший учебный год уже на базе объединенного вуза. Марина Матвеевшина, Павел Пресняков, События. В Самаре продолжается ямочный ремонт дорог. Работы ведутся преимущественно ночью, чтобы не мешать движению. В этом году по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова ремонт стартовал раньше обычного. За процессом наблюдала наша съемочная группа. 200 градусов Цельсия, правильная температура, литой асфальтобетонной смеси. Каждую ночь на улице Самары выходят бригады дорожных служб для проведения ямочного ремонта дорожного полотна. Вместе с ними специалисты технического контроля, которые проверяют качество работ. Технология данного ямочного ремонта подразумевает за собой подготовку ям, то есть это обрубку кромок, то есть удаление трещин по краям ям, для того, чтобы смесь более качественно сцеплялась со старым покрытием. Уже спустя час после заливки автомобилисты могут проехать по отремонтированным участкам. По поручению главы администрации Самары, работы по аварийно-ямочному ремонту стартовали раньше обычного, чтобы максимально быстро улучшить ситуацию после зимы. Особое внимание к качеству образцы асфальтобетонной смеси направляют в специальную лабораторию. Сегодня на этом участке дороги ведется карточный ремонт литым асфальтобетоном. Протяженность этого участка 600 метров. Участок улицы Советской Армии от Старозагоры до улицы Карла Маркса. За сегодняшнюю смену, то есть это 8-часовой рабочий день до утра, этот участок будет сделан. Работы по ремонту дорог ведутся по всему городу. В первую очередь бригады выезжают туда, где ситуация на дорогах наиболее критичная. Определить такие участки позволяет постоянный мониторинг сигналы автолюбителей предписания ГИБДД. Например, на прошлой неделе одним из крупных объектов стало Ракитовское шоссе. Теперь бригады ремонтируют улицу Советской Армии, одну из важнейших транспортных артерий города. За рулем я не очень давно, около полугода. Но отношусь к ремонту дорог, конечно же, положительно. Некоторые неудобства. Но если будут делать ночью, в общем-то. Главное, чтобы сделали хорошо, и чтобы не было ям вот этих вот. И надолго хватило. На самом деле, вот Старозагора, вот, меня очень устраивает дорога. Как ее сделали пару лет назад, прям держится, прям, ну, мне кажется, что очень качественно. Аварийный ямочный ремонт продолжится на очереди участок Советской Армии до улицы промышленности. В администрации напоминают, что ямочный ремонт мера временная, и когда позволит погода, в Самаре начнутся работы по комплексному восстановлению дорожного полотна. Марианна Мирная, Станислав Левин, События. Тема парковок для самарских водителей не менее волнующая. Конфликт разгорелся на стоянке возле одного из торговых центров. К нам в редакцию позвонил водитель и сообщил, что его машину взяли в заложники. Павел Баймаков выехал, чтобы разобраться в ситуации. Только с разрешением арендатора. Я зовут Баймаков Павел Владимирович, корреспондентский канал Самарис. Так съемочную группу встречает охрана торгового центра. На момент нашего приезда автомобиль Алексея Рыжкового уже третий час находился плененый железным ограждением. Как рассказал хозяин авто, все началось с визита в торговый центр, что рядом с центральным автовокзалом. Перед тем, как войти в магазин, мужчина оставил автомобиль на местной, бесплатной для клиентов, парковке. Вышел с торгового зала, сел в машину, перепарковался в другое место, пошел на автовокзал, чтобы снять деньги. Ко мне подошел сотрудник охраны и, соответственно, предупредил, что раз вы покидаете парковку, соответственно, у вас будет уже это платно. То есть машина остается здесь, а вы сами уходите. Я как бы ему сказал, что я отойду ровно на две минуты и я сейчас вернусь. Он сказал, что машину заблокируют. Своё слово охранник сдержал. Автомобиль окружили железным забором. За освобождение из плена потребовали 200 рублей. Возмущенный мужчина вызвал полицию и позвонил в нашу редакцию. Позже ограждение убрали. Появился директор торгового центра. В его присутствии охранник стал более общительным и рассказал свою версию случившегося. Ситуация была такая, без выражения. Послал и ушел. Трижды я им просил убрать автомобиль. Руководство торгового центра пояснило, своим клиентам предоставляют парковку бесплатно, а вот посетителям автовокзала придется заплатить. Случившийся инцидент и вовсе считают провокацией со стороны представителей автовокзала. Уже длительное время две компании делят территорию парковки. В данном случае человек просто устраивает провокацию. Парковка требует определенных затрат. Во-первых, арендную плату мы платим. Около 330 тысяч в год за эту парковку. Второе, нам приходится асфальтировать, ремонтировать, охранять, наносить разметку. Мы все-таки стремимся, чтобы люди, которые приезжают к нам, они могли к нам приехать, свободно запарковаться. Подобный скандал на этой парковке уже был. Год назад за кратковременную стоянку отказался платить водитель такси, который привез сюда клиента. Машину тогда также огородили железным забором, а затем и вовсе оттащили в сторону тросом, прицепив за другое авто. Полицейская проверка тогда виновника инцидента так и не выявила. Как будут развиваться события нового ЧП, пока неизвестно. Алексей Рыжковой написал заявление о противоправных действиях в полицию, но пояснить, почему отказался платить, так и не смог. Павел Бимаков, Павел Пресняков. События. Курс на порядок. По поручению губернатора Самарской области Николая Меркушкина и главы администрации Самара Олега Фурсова на уборку улиц выходят не только дворники и сотрудники управляющих компаний, но и госслужащие и муниципальные чиновники. Подробности у Анастасии Зубаревой. Хороший пример заразителен. В эту субботу служащие муниципальных предприятий города, городской и районных администраций, выйдут на уборку городских улиц. Кроме того, за каждым департаментом и структурным подразделением будут закреплены участки территорий, на уборку которых сотрудники будут выходить по графику среди недели. Поручение губернатора. Основной упор будет делаться на подготовку уличной дорожной сети города, уборку мусора, вытаивающейся под снег. Поэтому первый субботник, который будет проведен силами муниципальных служащих в эту субботу. Та же работа ждет и сотрудников крупных предприятий города и студентов. Главная задача – успеть привести город в порядок ко Дню Победы. Работы в субботу будут начинаться с 10 утра. За ходом уборки будет установлен контроль. Свои усилия наращиваем, наращиваем. И выходных у нас нет. Стройте графики работы. Кто-то в субботу отдохнет, кто-то в воскресенье. У нас и работы много, и документов много мы должны подготовить. Но весь период до 9 мая мы работаем в таком режиме, как договаривались. Один из основных источников загрязнения – контейнерные площадки, которые содержатся управляющими компаниями в ненадлежащем состоянии. Раньше вывозили только мусор, находящийся в контейнерах. Теперь управляющие компании обязаны очищать от хлама всю площадку. Первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов поручил главам районных администраций. В случае неисполнения своих обязанностей управляющими компаниями незамедлительно обращаться в Роспотребнадзор. Им будет грозить штраф до 300 тысяч рублей. Анастасия Зубрева, Максим Гусев. События. Фасады домов после зимы требуют обновления. А водосточные трубы – ремонта. При этом не стоит забывать и о технике безопасности. Наш корреспондент наблюдал за нелегким трудом. Фасады домов приводят в порядок. Сотрудники спецбригад управляющих компаний взялись за валики и скребки. Чистят и красят. Наводят марафет. По весне, говорят, граффити на фасадах появляются как подснежники. А к мае необходимо все здания привести в порядок. Галина Марыкова работу меряет квадратными метрами. Дневная норма – не менее 20. А еще нужно очистить стены от незаконных объявлений и заделать трещины. Очищаем, объявления очищаем, вешают. Где-то какие-то трещины подмазываем. Ходим, закрашиваем. Цекаля у нас ремонтируем. Разрушения нижней части идут. Рука об руку с малярами трудятся кровельщики. Восстанавливают после зимы водостоки. Где-то трубы поломали хулиганы, где-то повредили снег и время. К преображению фасадов подходят комплексно. Так производительность труда повышается. Комплексно-бригадным методом, чтобы сразу сделать, допустим, пришли дальше. Уже порядка 168 домов мы сделали уже, восстановили. Но еще у нас есть задачи, которые нам подсказывают. Мы делаем, чтобы все нормально, жители были довольны. И чтобы привести нормативное состояние всю систему водоотведения с крыши зданий, сооружений и фасадов. Во время работы особое внимание из техники безопасности. Тротуары возле домов ограждают сигнальными лентами. Проводят инструктаж сотрудников. У этой управляющей компании в графике еще 250 домов. Всего же в Самаре за время весеннего благоустройства от граффити и объявлений очистят фасады более 2,5 тысяч домов. Отремонтируют порядка 700 водосточных труб и около 250 цоколей. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Возвращение финансовых пирамид. В Самаре сегодня одновременно расследуют 5 уголовных дел, связанных с компаниями, которые щедро обещали людям до 120% годовых, но оставили своих вкладчиков без гроша. У нас уже тут глобальные проблемы. Я вот сижу чисто здесь, потому что мне должны мою зарплату. Так что берите свои деньги и уходите куда-нибудь подальше. Мой личный совет. Потому что то, что пишут, это тупо обман. Вот и все. Подробно смотрите в программе Инги Пеннер. При своем мнении в субботу в 20 часов и в воскресенье в 13 часов на телеканале Самара ГИС. К другим темам. Государственные и муниципальные услуги для самарцев стали доступнее. Жителям отдаленных поселков больше не придется ездить в центр Самары. В этом году в разных точках города откроются еще 7 филиалов МФЦ. Чтобы зарегистрировать квартиру, оформить документы на недвижимость, льготные выплаты и денежные компенсации, поменять паспорт и другие документы, достаточно обратиться в Самарский МФЦ, где государственные и муниципальные услуги можно получить сразу в одном окне. Сейчас идет открытие новых филиалов в каждом районе, чтобы была шаговая доступность. Сейчас в разных городах города работают 75 окон приема и выдачи документов. В этом году откроют еще 123. Наши услуги пользуются большим спросом. К нам идет большой поток заявителей. Соответственно, в этом году планируется открыть 7 отделений еще. Они будут раскиданы по всему городу. Филиал МФЦ будет в каждом районе в Кировском и Промышленном даже несколько. Для удобства посетителей новые отделения. Также будут оборудованы кондиционерами и комфортными местами для ожидания. А в случае необходимости специалист многофункционального центра может приехать домой или в офис к заявителю. Такая услуга действует с февраля этого года. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Все театральное сообщество отмечает сегодня профессиональный праздник – Международный день театра. Во всех храмах искусств принимают поздравления и гостей. Но по традиции сами актеры не отдыхают. Показывают зрителям капустники. А кое-где даже премьеры играют. Искрометный юмор, трогательная история любви. Сюжет простой и понятный. Царь-отец, сыновья, стрелы и выбор жен. Добродушному Ивану, как водится, досталась старушечка, да вот только непростая. Во время репетиции актеры Самарта постоянно смеялись. Шутки через край на сказочную тему пришлись коллективу по душе. Да над всеми чудами, которые делали, смеялись постоянно. Потому что было очень много разных всяких находок, приколов. И, ну, конечно, поджалось это все немножко. Но в итоге в основном весь юмор, который вот нашли, оставили. Ну и дарим всем зрителям. Возрастная маркировка премьерного спектакля театра Самарт «Свет луна» от 6 до 106. Русская народная волшебная сказка наполнена славянской символикой, песнями, танцами. Самая завораживающая этническая линия постановки. Ее сочиняли всем миром. Просто пытались придумать, кто это, кто антагонист добру, кто будет представлять зло. И вот фантазировали, просто сочиняли. Потому что у нас нет никаких опор на какой-то определенный регион. Просто подумали, что там татаро-монгольская Игорь. И оно против русской деревни. Ну и такой вот получился. Не то шаман, не то колдун, не то индейец, не то просто такой вымышленный, сочиненный человек. Как и всегда, спектакли Самарта отличают выдумки и невероятная пластика. Главный герой Иван словно пружинит по сцене. Руки коллег по цеху, доски, лавки – все идет в дело. Нехитрые, по сути, декорации создают ощущение сложности и многослойности. Персонажи своих актеров по большей части лепили с себя. Говорят, распределение попало в точку. Ну, больше я, наверное, больше я. Он такой, мне кажется таким милым, очень добрый, он очень открытый и очень честный. Я стараюсь больше в эту сторону думать. То, что он быстро на все реагирует, всему откликается. И не принимает все проблемы близких к сердцу. Для него нет проблем, но так и есть. Актеры надеются, что спектакль «Свет луна» надолго задержится в репертуаре театра. Говорят, премьерить в свой профессиональный праздник – добрая примета. Марья Анна Мирная, Сергей Баскин. События. Игроки «Крыльев Советов» всей командой отправились в музей. И в итоге так увлеклись, что едва не опоздали на вечернюю тренировку на поле. В непривычной обстановке игроков увидел наш спортивный обозреватель. От программ «Киноматч» до личных вещей футболистов коллекция музея самарского футбола насчитывает почти 20 тысяч экспонатов. Истории футболистам «Крыльев Советов» про самарский футбол, игроков и тренеров рассказывает самарский журналист и по совместительству местный экскурсовод Сергей Лебград. Футболисты с удивлением узнали, что владелец пивного завода выступал меценатом клуба только ради того, чтобы двое его сыновей играли в основном составе. Сейчас спонсоры платят не владельцу клуба, а футболистам. Они должны понимать, что они здесь, выходя на поле, не только для того, чтобы получать гонорары, но и чтобы защищать историю, защищать честь клуба, защищать то, что здесь создавали ветераны предыдущих поколений. Первые футбольные матчи в Самаре проходили между двумя местными командами – студенческой и купеческой. Это потом в городе появились другие клубы. И только в 40-е годы прошлого века по распоряжению Минавиации Советского Союза в Куйбышеве заиграли крылья советов – сокращенно крысы. Я посоветую всем, кто не был здесь, обязательно прийти и послушать. Будет очень интересно. И двух часов экскурсоводу не хватило, чтобы рассказать все про английскую игру в нашем городе. Крысы заторопились на вечернюю тренировку, но обещали вернуться на второй тайм самарской футбольной истории. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Телефон редакции 202-11-22. Наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и удачных выходных. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Россияне меньше интересуются валютой. По данным Центробанка, совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту в январе 2015 года сократился более чем в 3,3 раза. За первый месяц года россияне купили в банках и сняли с валютных счетов в пересчете на доллары всего 6 миллиардов 379 миллионов долларов. Это на 14,5 миллиардов меньше, чем в декабре 2014 года. Объем продаж наличной валюты сократился в 1,8 раза. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты упало на 29%, а средний размер одной такой сделки сократился на 21%. Общая сумма дохода, которую Пенсионный фонд по результатам 2014 года получил от инвестирования средств пенсионных накоплений, составила 22,5 миллиарда рублей, что в пересчете составляет 7% годовых. Для сравнения, управляющие компании, с которыми у ПФР заключены договоры доверительного управления, по итогам 2014 года показали среднюю доходность 2,5%. Поскольку в 2014-2015 годах действует мораторий на формирование пенсионных накоплений, в 2014 году Пенсионный фонд инвестировал пенсионные накопления, которые не были переданы в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в размере 323,2 миллиарда рублей. Жаль, пенсионерам от этого не легче. Крым к приему туристов готов. Руководство полуострова заявляет о том, что инфраструктура и транспортная система полностью готовы к сезону. Аэропорт Симферополь готов принимать до 200 рейсов в день. При этом приоритет будет у Москвы и Подмосковья. Оттуда следует большой объем туристов, желающих посетить республику. Основной задачей властей Крыма в этом сезоне станет обеспечить туристам те условия, за которые они заплатили деньги, чтобы люди не разочаровались. Да уж, Крыму придется потрудиться. А на сегодня это все. Хороших выходных. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре построят велотрек. Анастасия Павличенкова намерена выиграть теннисный турнир в Майами. Богатовский кристалл оправдал надежды. В Самаре проходит областной хоккейный турнир «Надежда» среди дворовых команд. Первыми на лед вышли 12-летние подростки. В группе А за выход в финал играли Самарский Сатурн, Пестравские Шершни, Кошки и Кенель Черкасцы. Дивизион Б представляли Богатовский Кристалл, Красноярский Вираж, Талиятенский Сириус и Волжская Заря. На финише первое место разыграли лидер областного дворового хоккея Богатовский Кристалл и Пестравские Шершни. Со счетом 6-0 золото завоевал Кристалл. В выходные хоккейную эстафету на ипподроме подхватят команды 10-летних спортсменов. За Самару сыграют авиаторы железнодорожного района и космические аллигаторы из Октябрьского. Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на теннисном турнире в Майами. Самарчанка в первом круге соревнований в трех сетах переиграла соотечественницу Веру Звонареву 6-2, 3-6, 7-5. Следующей соперницей Павлюченковой станет итальянка Сара Эрони, посеянная под 11 номером. Самарская теннисистка перед турниром в Майами прошла предварительный квалификационный раунд. Попечительский совет Федерации велоспорта России решил построить в Самаре велотрек. Проект уже готов. В результате обсуждений Министерству спорта России рекомендовали включить в возведение стадиона федеральную целевую программу развития физической культуры и спорта России до 2020 года. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова